Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель и владелец сети студии перманентного макияжа. Сегодня я расскажу вам о нашей системе контроля качества работ. Мы к этому пришли, конечно же, не сразу. В самом начале мы работали просто... Я работала, работали мои мастера. Иногда я подходила, смотрела, что они делают. Иногда я просматривала их работы. Когда начали открываться в другие города, я стала тратить на это очень много времени. То есть мне надо было контролировать качество работы в Ростове, в Воронеже, в Москве. И это съедало просто огромное количество моего времени. И глаз замыливается. И плюс еще я сама работала. Короче, пришло время что-то делать. Прямо сейчас поставьте на паузу и напишите свой вариант. Как бы вы это сделали? Как бы вы контролировали такое количество работ? В среднем на тот момент у нас делалось в районе 3000 процедур в месяц. Плюс коррекции, плюс разные зоны. Огромное количество процедур. Как это решили мы? Перед началом процедуры каждый мастер в сети наших студий делает фотографии. Фотографии должны быть максимально качественными. Они делаются для базы и для того, чтобы мы могли контролировать качество работ. Они делаются в нескольких ракурсах. В каждой нашей студии есть профессиональный фотоаппарат, профессиональное световое оборудование, которое дает возможность оценить реальное качество работ. Затем администратор, после того, как мастер закончит работу, выгружает фотографии в компьютер, переименовывает по фамилии клиента. И они уходят на Google Диск. Google Диск – это облачное хранилище. Мы купили там неограниченный объем памяти и можем туда заливать сколько хотим фотографий и видео. Так вот, человек, который занимается контролем качества, имеет доступ к каждому городу. Дважды в месяц он просматривает абсолютно все работы. А если мастер не залил работу, либо не сделал фотографию, ему просто эта работа не оплачивается. Поэтому все кровно заинтересованы, чтобы работы были на месте, на своем. И тут самое интересное. Мы с топ-мастерами внутри нашей сети, мы разработали критерии качества. Что это такое? Их около 60, сейчас уже чуть больше. Они распространяются на все зоны – брови, веки, губы, даже лазерное удаление. И описывается вообще все, что можно. Все, какие может мастер совершить ошибки. Дополняется, естественно, постоянно. Мы вообще странная студия. У нас нестандартный подход ко многим вещам. И мы первые вообще, кто сделали такую систему, которую, прочитав, даже не с ведущей в этой области человек, может в принципе понять, что хорошо, что плохо, что качественно, что нет. И даже выставить оценки по баллу. В принципе, как раз это и делает наш человек, который занимается контролем. Он проверяет по критериям каждую работу. Они переносятся в папку апелляции. Избранные работы просматриваю я, потому что, в принципе, это такой срез ошибок мастеров со всех городов, которые они совершают. И конкретно каждому мастеру по его ошибкам выписывается лечение. Не знаю, лечение, как это назвать. То есть в течение какого-то количества времени именно над этой ошибкой мастер работает. Ему выдаются задания. Опять-таки, есть человек, который контролирует выполнение этих заданий, проверяет их и поправляет, если что-то идет не так. Таким примерным образом мы боремся с некачественными работами. Я сейчас очень много говорила об этих критериях. И у меня вопрос, что вам, как клиенту, это должно дать, чем помочь, как вы думаете. К примеру, вы пришли к мастеру, который работает на дому, к подружке, к косметологу в соседнем салоне красоты. На что вы можете рассчитывать? Вы можете рассчитывать на какой-то плохой или хороший, невнятный, неважно какой-нибудь результат. Но в итоге, если у вас будет хоть какая-то претензия к этому мастеру, он вам скажет, я художник, я так вижу. Этот инструмент позволит нам усилить контроль за мастерами, улучшить качество образы. И мы делаем все для того, чтобы наши клиенты в итоге были довольны нами и приходили только к нам. Если у вас есть любые вопросы, пишите их в описании к этому видео, либо в наших соцсетях. Будем рады на них ответить. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok